Первый пункт. Я обратился к себе, к своему нафсу. О, беспечный человек! Знай, что не подавает тебе связывать свое сердце с чем-либо приходящим, что не будет сопутствовать тебе, расстанется с тобой после исчезновения и разрушения этого мира. Неразумно привязываться с сердцем к приходящим вещам и особенно к тем, которые с угасанием твоего века отвернутся от тебя и покинут. И в частности к таким, которые не помогут тебе в потустороннем мире Берзах, то есть загробный мир Берзах, где живет душа, умершего после смерти. И особенно с теми, которые не сопроводят тебя до могилы. И в частности с такими вещами, которые после одного-двух лет сопутствия навечно разлучаться с тобой взвалив на тебя груз своих грехов. И в особенности с такими, которые в момент достижения их покидают тебя вопреки твоим желаниям. То есть человек является путником, гостем. Поэтому гостем он что? С тобой то, что не может взять, он внимание не будет на эти вещи обращать. А что он с собой может взять отсюда? Это познание Творца, любовь к нему и свои благие деяния. Прольше он ничего с собой из этого мира забрать не сможет. И если ты разумен, не обращай внимания и избавься от таких дел, которые не способны принести тебе пользу при твоем переходе в иной мир. И для твоего состояния в мире берзах, и которые ломаются и рушатся в столкновениях разных этапов твоей мирской жизни, и не смогут помочь тебе на твоем пути к вечности. И не расстраивайся по поводу их исчезновения. То есть разумный человек, он не будет радоваться от приобретения чего-то мирского или печалиться от его утраты. Потому что человек тленен, он уходит из этого мира и расстается с этими вещами и так, и рано или поздно. Единственное, что он этими делами мирскими занимается, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Либо приготовить себе для вечности какие-то уже настоящие богатства, потому что это хорошее деяние, которое за самой вечности приносит пользу. Посмотри же на свою сущность, в которой среди многочисленных твоих тонких чувств есть одно такое, которое не может довольствоваться ничем иным, кроме вечности и вечного Творца. То есть в человеке есть такое чувство, которое, кроме познания Всевышнего, поклонения ему и деяния для вечного мира, ничем не удовлетворяется. Оно не может быть обращено ни к кому, кроме него. Оно не желает обращаться к созданному. Даже если подарить ему весь мир, это не сможет удовлетворить его естественную потребность в вечности. И это тонкое чувство является царем твоих остальных ощущений и чувств. Покорись этому царю, который покорен по велению мудрого Творца и спасись. То есть сердце человека, его совесть его направляет постоянно что говорит Творцу, что есть Творец говорит, и что говорит, что есть вечность. И что нам что делать? Просто надо прислушаться к этой совести и в сторону вечных деяний направляться, а не в сторону тленного. Субханка ла альма лена илла ма аламтана. Инна ка анта лимон хаким. Валхамду лиллахи руббин алимин.